Эй, здорово, дружище! С тобой Серёга Собербанана. И ты часто жалуешься, у тебя нереально высокий вар. Вышло новое обновление, FPS вниз, вар вверх. И вообще, вот эти постоянные скачки не дают тебе нормально поиграть в кадрушечку. Я сегодня тебе расскажу несколько нереально хороших способов, которые действительно тебе помогут решить твои проблемы. Так что, подвигайся к компьютеру поближе, бери в руки мышку и клавиатуру, ставь лайк, если болеешь за Na'Vi, и начинаем. Сейчас я с умным видом должен вот так сесть и рассказать, что такое вар. Но я хочу, чтобы именно ты принял участие вместе со мной в этом ролике. Напиши в комментариях, что по твоему мнению означает вар. И самый залайканный и будет правильный ответ. Сегодня в видео мы пройдёмся по такой теме, как антивирус. Очистка ПК, как физическая, так и программная. Дальше мы переустановим КС, либо там файлы чуть-чуть поправим. После чего поставим звук, минимальные настройки, геймбуст. Да, действительно, мои зрители говорят, что геймбуст работает, и вар тоже понижается. И параметры запуска посмотрим, и проверим твой интернет. В этом ролике тебе будет много чего интересного и полезного. Естественно, начнём мы с антивируса. Точнее, тебе нужно убрать все антивирусы на твоём компьютере. Ты у меня спросишь, какого фига я буду убирать, да меня взломают и прочее. На самом деле, защитника Windows более чем достаточно. А иногда и вообще его, кстати, можно отключить. Почему ты должен отключить или вообще убрать антивирусы с твоего компьютера? У тебя каждый раз, когда пакеты данных приходят от тебя на сервер и сервера обратно, естественно, проверяются антивирусом, за счёт чего вары повышаются, потому что нагрузка на твой компьютер также повышается. Ты мне также опять спросишь, а что это за пакеты данных? Вообще, о чём ты разговариваешь? Я ничего не понимаю. Пакеты данных — это когда ты стрельнул, у тебя полетели твои пакеты данных на сервер, о том, что ты стрельнул, и обратно. Вот это и есть вот эти данные. Туда-сюда гоняет, антивирус их смотрит, и всё. После чего вара у тебя повышается. Поэтому убирай это всё. Всё, это первый способ, реально рабочий. Летим ко второму. Сейчас я тебя смешу, и поэтому ты обязательно должен поставить лайк. Почисть свой компьютер от пыли. Звучит забавно, но это действительно так. У меня вроде мощный компьютер. Я недавно просто взял, прошёлся там щёточкой, прочистил вот этим пылесосиком, всё выдал, и я офигел. Контрастрайк не трогай, у меня там более-менее всё нормально. У меня сам компьютер почему-то начал работать быстрее. Я удивлён. Поэтому, дружище, просто попробуй. Как способ реально попробуй. Это рабочая тема. У меня пылище там было нереально. И сразу к этому способу почистывай компьютер внутри. Удали лишние программы абсолютно. Вот ты, допустим, не играл уже давным-давно какой-нибудь Дельта Форст или Варкрафт 3. Да удали ты его. Пусть у тебя освободится дополнительное место. Также вот сзади меня там вот прямо пишешь «Очистка ПК программы». Находи лучшие программы, выбирай для себя. А то сейчас скажешь ещё реклама какая-нибудь. Выбери для себя достойную программу. Очисть, во-первых, всякий кэш. Очисть абсолютно там автозапуск, почисть. Там всё тоже можно сделать. И также реестр на место поставь. У тебя всё заработает. Ишь, этот способ мы с тобой прошли. Летим к третьему. Кстати, я тут для себя сайт новый открыл. Под названием Search Knife. Ты посмотри на этот гармоничный дизайн. Удобство игры на хорошем уровне. И вдобавок, такие коэффициенты, которые здесь, я давненько не видел. Есть один минус. Это нет русского языка. Но тут всё интуитивно понятно. И, кстати, давай я тебе покажу. Авторизоваться можно через любую социальную сеть. Это быстро и легко. Буквально в один клик. Для вывода предметов Steam тебе необходимо в начале игры сохранить ссылку на обмен. На сайте есть два режима игры. Первый это режим краш, а второй режим поиска. Что такое режим поиска? Этот режим заключается в том, что в одной из ячеек находится дорогой скин, а в остальных более дешёвый. Задача с первой попытки угадать, где находится самый главный приз. Чем дороже попытка, ну естественно, тем и выше шанс выбить главный приз. Но лично мне больше нравится краш, поэтому переходим к этому режиму. На сайте у меня есть 45 долларов, и я верю сегодня в свою удачу. Как я говорил, этот сайт хорошие коэффициентики даёт. Сегодня постараюсь поймать Х5. Поехали, родная, крашик. Х5, только не выбивай. Только не выбивай меня, не выбивай. Мы сможем ещё. Медленно идёт, разгоняйся, пора разгоня... О-о-о, пошла-пошла-пошёл разгон. Давай-давай-давай-давай-давай. 2,66. Ну, видишь, даже такие коэффициенты хорошо даёт. Блин, надо пацанам показать. Х5 могу сделать. Прёт она. 3 уже есть. Давай-давай-давай-давай. Показать, пацанам. Давай-ка показать. Стопэ-стопэ. Закрываем. Есть. Блин, удача. Смотри, он дальше прёт. Он просто прёт, как не в себя. Блин, надо было до десятки дотягивать. Переходите по моей реферальной ссылочке в описании к этому видео или вводите реферальный код в это окошечко и получайте бонус к пополнению. Также для вас придумал промокодик, который пополнит тебе бесплатно баланс на этом сайте. Тоже в описании найдёшь. Я тебе желаю. Удачи. Тем временем движемся к следующему способу. Здесь ты должен проверить целостность файлов, удалить кэш. Либо полностью удалить Counter-Strike, только правильным способом. А именно ты должен удалить после всех манипуляций, также все файлы и папки, которые находились в самой контре. Расскажу сначала про целостность файлов. Где это найти? Мы находимся в библиотеке Steam. Находим в Counter-Strike. Свойства. Здесь локальные файлы и проверить целостность файлов игры. Вот это нажимаешь, дожидаешься окончания и всё нормально. Дальше. Летишь после этого в сам Steam. Настройки. Загрузки. И очистить кэш-загрузки. Вот это тебе поможет. Но. Бывает такая ситуация, что это не помогает. И самый лучший способ это переустановить Counter-Strike. Расскажу, как правильно переустанавливать Counter-Strike. Первым делом также находим в библиотеке Steam. Counter-Strike. Правая кнопка мыши. Свойства. Локальные файлы. Посмотреть локальные файлы. Для себя вот это оставляем. После чего остальное можем пока закрывать. Снова летим в Counter-Strike. Управление. Удалить с устройства. Когда ты удалил с устройства, залетаешь. Ту в папку, которую ты оставил. А именно запомнил вот это расположение. И вот эту папку Counter-Strike ты удаляешь полностью. Потому что много-много во всяких серверов прилетает тебе вот этих файлов. А не загружает тебе сам Counter-Strike. Да, в принципе, компьютер в целом. За счет чего вар повышается. Фпс понижается. Поэтому, братиш, используй этот способ. Реально рабочая тема. Раз в две недельки лучше переустановить контру. И быть счастливым, довольным обладателем хорошего вара. Окей. Летим к следующему способу. Плавно переходим в Counter-Strike. Именно настройки. И поговорим сейчас о звуке. Есть такое понятие, как рассинхрон. За счет чего вар у тебя очень сильно начинает колебаться туда-сюда. Как это убрать? Смотри. Заходишь в настройки. После чего звук. Дальше. Тип звукового устройства. Выбираешь стереодинамики. Раньше у меня стояли стерео наушники. И я понял, что стереодинамики намного лучше работает. И намного лучше дружит с варом, нежели стерео наушники. Поэтому это выставляешь просто must-have. После чего устройство воспроизведения. Выбираешь то, чем ты пользуешься. Улучшенной обработки 3D звука. Обязательно нет. Ну и в конце концов. Не заглушать звук, когда игра свернута. Тоже нет. Вот эти настройки ты должен себе выставить. И посмотреть, как у тебя работает вар. У меня лично с варом все в порядке. Именно тогда, когда я выставил вот такие настройки. До этого вар был практически единица. Все. Летим к следующему способу. Далеко ходить не будем. Это сами настройки Counter-Strike. Давай же пройдемся по рекомендуемым настройкам, которые я тебе советую. Первым делом заходишь в настройки. Дальше изображение. Поехали. Режим отображения обязательно монитор. Обязательно, дружище. Формат экрана обязательно 4х3. И обязательно самое минимальное, которое ты только можешь себе позволить. Если ты можешь катать 800х600, ну катай. Естественно, для меня это прям вообще вырви глаз. Поэтому я хотя бы ставлю 1024х768. Для меня это более-менее подходящая картинка. И я тебе говорю, и фпс у тебя взлетает, и вар у тебя понижается. Поэтому обязательно пробуй. Дальше. Режим отображения. На весь экран, естественно. Энергоизаберегающий режим. Выключено. Здесь, в расширенных настройках изображения, конечно же, ты все ставишь на минимум. Но можно некоторые тут немножечко поставить. Смотрим. Низкая обязательно. Детализация обязательно низкая. Стейминг текстур включена оставили. После чего. Низкая. Дальше. Тоже низкая. Повышение контрастности игроков. Чуть-чуть влияет на фпс, но не сильно. Поэтому лучше оставить. Дальше. Многоядерная обработка. Естественно, оставляешь. Тут ставишь 2х. Сглаживание с помощью fxaa выключено. Дальше. Анизотропную ты это просто убираешь. И ставишь анизотропную 2х. Вертикальная синхронизация, естественно, выключена. Размытие движения выключено. Режим трех мониторов, соответственно, и выключено. И использование убершейдеров, естественно, включено. Вот такие настройки у тебя должны быть. И вар, и фпс вместе у тебя будут показывать просто шедевр. Летим к следующему способу. Да-да-да, там впереди еще несколько способов, но хочу тебя попросить об одном. Подпишись, поставь лайк, напиши любой комментарий и пригласи одного друга ко мне на канал. И заработай на этом 200 рублей. А с прошлого ролика 200 рублей забрал вот этот парень. Сейчас поговорим о программе под названием Game Boost HD. Что это за программка такая? Не буду тебя сильно грузить, скажу в двух словах. Она дает приоритет твоей игре над другими абсолютно разными программами. За счет чего сам компьютер дает ресурсы туда, куда нужно. И, соответственно, фпс вверх, вар вниз. Обязательно пробуй, скачать ее можешь с Яндекса. Game Boost HD пишешь, и вот rich.net и есть официальный сайт. Многие ругаются, что там вирусы. Но многие говорят, что действительно рабочая программа. Лично я ее скачал, проверял, смотрел. У меня все работает. Поэтому проверяй ты, потом напиши в комментариях, сработало ли у тебя. А я лечу к следующему способу. Помните, я говорил, что параметры запуска не работают? На самом деле, те параметры запуска, которые я дам тебе сегодня, они еще как работают. Давай покажу тебе вообще, о чем идет речь. Смотри, нажимаем Steam, после чего библиотека, дальше Counter-Strike, свойства. И вот они, параметры запуска. Нажимаем на них, это убираем все лишнее и вставляем вот эти. Давай в двух словах расскажу, что это за параметры запуска. Это упрощает шрифт, это приоритет твой Counter-Strike, это убирает кровь и там лишнее все, что тебе не нужно. После чего, ну вид, это убираешь заставку, это тебе поможет заранее загрузить все детали, там звук и прочее на саму карту. Вот это, это связано с процессами. Не буду грузить, это долгая история. В общем, вот это ставь, в описании ты найдешь. Реально годная тема и я тебе серьезно говорю, лайкусик ты потом второй будешь искать, куда поставить. Ну и давайте летим к последнему способу под названием интернет. Итак, первое, что ты должен сделать, это выключить роутер, подождать секунд 20 и заново его включить. Если ты играешь по Wi-Fi, так же ты должен взять шнур и вставить его к себе уже в компьютер. Да, это не советы по пингу, это советы по вару, это действительно работает. Я, кстати, в один момент позвонил провайдеру и сказал, ребята, что у вас за какие-то проблемы, я пойду к конкурентам, что за дичь, откройте мне порты, пожалуйста, расширьте мне канал. И я тебе серьезно говорю, они это сделают. И ты увидишь, во-первых, у себя пинг, у меня сейчас иногда бывает пинг в ММ-5, это практически локалка, это очень круто. И плюс добавок, я увидел, что у меня вар на пару пунктов стал меньше, ну у меня и так уже некуда практически. Но у тебя это может сильно повлиять, поэтому давай, дружище, применяй вот эти все советы, которые я тебе сказал, и в конце концов в комментариях напиши, сработало ли у тебя что-нибудь, чтобы я понимал, что действительно работает, а что нет. Все, дружище, пока-пока, хорошего тебе вечера, хорошего настроения. И посмотри, кстати, вот это годное видео. И подписаться, кстати, красную кнопочку, не забудь нажать.